Дорогие друзья, сегодня мы присутствуем на тренинге КФС. Будем учиться готовить курицу, запекать ее в панире, да? В панире, да? В панировке. В панировке. Тренинг будет проходить в два этапа. Сегодня мы познакомимся с теорией, а через неделю мы будем разбежимся по разным кексишкам и будем готовить настоящую курицу и продавать ее. Поэтому следите за нашими блогами, твиттерами, фейсбуками. Мы обязательно скажем, где это все будет. Приходите, попробуйте. Может быть, не отравить. Время ротвы! Я люблю курицу. И я люблю фаскут, в принципе. КФС, мечта в деталях. Фу. Ну, не знаешь. Ну, если не часто, то вкусно и можно покушать. Скажи, пожалуйста, ты любишь курицу? Обожаю. Да, я его люблю. Как ты думаешь, курица любит тебя? Курица обожает меня. Я думаю, она прям в пластомик. Попакивает зау-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Парком? Это Андрей. Угу. Это Дядя Слава, это Данил, Вася, Настя, Игорь. А вас зовут, мне зовут Жанна. Значит, сегодня у нас, так я поняла, будет, знаете, как это сказать, я не знаю, по-русски, усеченная, урезанная версия того, что делает... Ну, про это что, за один день это... Что делает новичок, который приходит в компанию КФС работать как рядовой сотрудник. Или мы еще не знаем, член команды, или член бригады. Поэтому, пожалуйста, те, кто пойдет в ресторан, когда услышите страшные слова ЧБшник, ЧКшник, вы не обижайтесь, это у нас свой жарбор такой, да, который во всех компаниях используется, что означает член бригады или член команды. У нас есть такое понятие, как гостемания, то есть каждый из наших сотрудников, да, должен стать фанатом гостей. Почему мы называем клиентов гости? Да, вот почему другие компании называют клиентов клиентами и гости? Потому что мы хотим, чтобы наши гости, зайдя в ресторан, почувствовали себя как дома. Очень приятно кормить людей, видеть улыбки на их лицах. Мы обязаны по стандартам принять последнего гостя. Вот 12 я захожу, делаю заказ, но для него нужно пожарить курицу. Даже если нет, да. Да, ну это здорово. Да, то есть у нас... И пока он ее не съест, вы тут стоите и улыбаетесь из последних сил. Как приятно кормить это. То есть дедушка, это полковник Армен Сандерс, как раз тот человек, который придумал оригинальный рецепт нашей курицы. В каких войсках вот тут? Я думала, что он в пехоте служил. Ну, продолжая фантазия. Да, молодец, берем самозабвенно. В пехоте. То есть уборщицы как таковой отдельно нет? Нет, уборщицы как таковой нет. Классно, сегодня Бакунин будет. Уборщицы как таковой нет. Хочу это видеть. Вы знаете, самое первое правило KFC? Пойдемте, наверное, вещи с кожей, в руки, в руки, в руки. Данила, он тайный сотрудник KFC, он всегда мечтал там работать. Да. Я всегда мечтал есть курицу по утрам. А что мы делаем? Что же для стажеров, чтобы вы знали? Руки моют в течение 20 секунд до локтя. Потому что, когда работает планировка, ну, естественно, там в стуках залезет, так сказать. Ну, считаем, тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре, тысяча пять, тысяча восемнадцать, тысяча десять, тысяча двадцать. Двадцать секунд прошло. Отдельные руки сниваются. Двадцать минут руки сниваются. Двадцать секунд. У нас еще двенадцать здесь случаев, когда ты должен был. Да, после чихания, после обеда, после только покурил, после... Нет, это нравится, обнял рука. Это обнял рука. Почему? А я с вас слабо. А я с вас слабо. Это рада. Вот так вот в KFC все непросто. Все ходят вот так они. Это наше из-за лумб. Хорошо, вот, девочки, а вам так даже ничего в этих шапочках. Йо-йо-йо. Ой, там класса книга. Планета KFC ждет вас. А вы такие вперед! Нужна любая книжка, чтобы дотронуться до продукта и находиться здесь. Поэтому, пожалуйста, как хирурги. Вертикальный тостер. Сюда пропускаются булочки для различных сэндвичей. Здесь находятся все ингредиенты для сэндвичей и для салатов. Это тепловая витрина для влажного. Она называется влажная, это сухая. Здесь вот вы видите, какие продукты здесь находятся. Какое время они хранятся. И специальный таймер. Например, если я на пятую полочку положила филе зингер, я обязана нажать таймер, и у меня пока остремя хранения 45 минут. А потом чего? Потом утилизация. Либо реализация. Как можно KFC утилизатором устраиваться? Вот здесь вот есть, где стоит пакет, здесь стоит ведерко для списания. Предупреждают менеджера, что продукт испорчен, его выкидывают. Поэтому в KFC очень важно правильно жарить продукт. Поэтому те ребята, которые работают на жаровне, они под постоянным супервиженом, или как это сказать, наблюдением менеджера. Меняется масло часто. Во-первых, оно меняется каждые 7 дней. Это как бы его хранение. Но бывает так, что очень много гостей, очень много ему продуктов готовят. Масло постоянно фильтруется, и оно, когда достигает точки, так сказать, когда оно испорчено, оно сразу телевизирует. Мы не имеем права общего использования. Во-первых, потому что продукт сразу будет видно, что он готовится на плохом масле. Поэтому вопрос, здоровая ли пища дома или в KFC? Это кукурузоварка. Да, она идет в обратную сторону. Положите, положите, положите. Где? А, о! Это диетический продукт, получается. Соль, сливочное масло и больше ничего. То есть ничего вредного. И, ну, правда, кукуруза не местная. Зря Хрущев старался, как говорится. Доктор Хаус курит нервно в сторонке. А может, доктор Хаус тренировался на курицах? Да, то, что я панировку сама поднималась. Еще чуть-чуть, и у нас все получится. Вот это ванна, но с дыркой, поэтому ее оборудование для муки. Ну, классно все, мне нравятся вот эти вот пакетики. Так хорошо стоять в перчатках и ничего не делать, смотреть, как же она работает. Это так увлекательно. Все, если так, если так, если так, если так, если так хочется пушить. Не, на самом деле, вот этот вот процесс, это вот он как раз-таки показывает, почему на этой курице вот эти крошки. Мне всегда было интересно. Как она вот жарится, и на ней вот такие штуки вот. Блогеры, вы вот сейчас не знаете, ну, тут-то так кайкнул, вот просто стоишь, а тут так вкусно-вкусно пахнет. Я не знаю, как это переедать, не вижу, но очень вкусно пахнет. И вот стоишь умеротворенно, Жанарочка, вот это вот делает с курицей. Братите так хорошо, и ты же все-таки в конце понимаешь, что курица-то надувь. Все будет, все будет, крепитесь, работайте. Вы еще волны помыли. Очень хочется пушить теперь. Особенно нравится, когда эти стрипсы, эти шинги, это весело. Смелья, смелья, теньшвайгер. Нет, как его. Не убирай. Осторожно. Курицу нужно жарить, жарить и хорошо прожаривать. Чтобы курица была довольна. Хенни-пенни называется, да. Очень интересно. Значит, это хенни-пенни для острых продуктов, и вы можете понять, потому что без крышки. То есть, в зависимости от того, сколько максимально и минимально куриц можно пожарить, максимально куриц можно пожарить в этой машине, мы называем шестиголовое, значит шесть головок максимально. Восьмиголовое, значит восемь головок. Крытия, Анастасия, как дела? Все супер. Только кушать хочется, очень-очень. Вот они, голодные блогеры. Сейчас готовят стрипсы, и мы будем их кушать. Оказывается, это первый KFC в Алма-Ате, и здесь есть единственный вот этот авто, как его, обслуживание на автомобиле. Короче, когда подъезжаешь на автомобиле, тебе вот это все. Это вот как в американских фильмах. Подъезжаешь и, да, подъезжаешь, говоришь, здравствуйте, мне нужно то-то и то-то, тебе выносят. И берешь и уезжаешь, все горячее. Все вкусное. Запахи тут вообще не жалко. Ям, ям. 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 Да, да, да. Бестра французская. Буду говорить по-французски. Курочка. Бестра готовить курочка. Бестра, я сказал. Пойдемте жарить фри, господа. Будем жарить свободно картошку. Почему? Фри свободная картошка. Она же американская, независимая, свободная картошка. Они заморожены. Да, беспалево. Короче, объясняю быстро. Лонгер готовится как нижняя половина булочки. Дальше идет один стрипс, это куриная полоска. Дальше идет 150 грамм майонеза, 250 грамм черной икры и нижняя половинка булочки. Нельзя мне работать в общепитии. Я вот твердо понял, что мне вообще пить, особенно на кухне, не поваром. Не помощником, потому что я буду весить 150 килограмм. Я буду все время жрать. Вообще, что касается картошки. Раньше ее выращивали как цветок. Они знали, что ее можно есть. А потом какой-то дом сгорел. Вот, и обугленные клубни картошки появились в клумбе. Попробовали, оказалось вкусно. С тех пор появилось такое блюдо, как картошка. Эту историю рассказал Данилев, собственно, сам Каум. Вот. Куриный. Который открыл Японию. Да, который открыл Японию, все знают. Сейчас популярный блогер Бабуня покажет нам мастер-класс, как она может драйвить с полной. Есть техника даже мытья от полос. Я бы сказал, есть справедливость в этом мире. Лодочку, отдайте тряпку. У нас такие нужно мыть в виде логотипа КФС. Или арестовать полковника на полосу. Швабрэйк, чтобы дух всегда был. Знаете, я думаю, это не на красных, колоколовых дорожках брать интервью, понимаете? Это вам не посты, видео, писать. Знаете, вот это нормальная, я считаю, работа для блогеров. Я еще думаю, Бабуня потом в офисе нам продемонстрирует, как она это делает, для тех, кто их не видел. Так, у меня палка, она железная. Давай садим с топом. Один из наворотов в КФС, что очень много уделяется внимания деткам. Даже есть специальная лазилка. Я, к сожалению, уже не пролезу, а вот детки, абсолютно, у них все получится. Так удобно, если приходишь в КФС с ребенком, чтобы его занять, можно ему дать вот в руки карандаш и раскраску. И клево, ты можешь спокойно поесть. А, в 2008 в июле появился этот рецепт здесь? Так он там и лежит, и висит. Я очень хочу луковые колечки, очень хочу луковые колечки. Я хочу луковые колечки, я думаю, они меня тоже хотят. Да. Наш заказ готов, и мы будем сейчас его кушать, кушать. А, как оно похнет. Сейчас, пробуй. Очень вкусные кольца. Луковые. Как будто они в тесте, как лук в тесте. Но очень толпы слой тесто. Очень вкусно. Так дома никогда не получится. КФС forever. Пускай говорят, что это джинсаза, но знаете, как вкусно? Не догоняйте вы вообще джинсава. Вы попробуйте. Я не знаю, я когда с мистером обдовое разговариваю, вот я говорю, можно? Вот я, он молодец, любезно согласился. Вот я вот абсолютно доволен, я постоял за прилавкой КФС. Вот. Жизнь-то удалась. Да, мы 15 октября запускаем новый сэндвич, называется Панини. Очень вкусный сэндвич. Прикольная булочка. Мне нравится, что на ней сверху вниз. Вот гри сделали. Обычно они же подают булочки без гриля. Это, походу, специальная какая-то булочка. Вот. Ну, не знаю, я буду острый. Андрей, скажите, пожалуйста, вы бы продались за этот вкуснейший нежный сэндвич с огурцами и непонятной штукой? Надо сказать, вот продажные блогеры были. Смотря какой уровень продажности. Кушайте во всех кризисах с 15 октября. Не, ну вот в отличие от Панини, которые делаются в других ресторанах, здесь очень вкусный хлеб. Да, да. Вы смотрите, его делают неизвестные в Казахстане, да? Да. Вот, все. С внутренности. Я бы назвал это, знаешь, как? Я бы назвал это... Это очень не хотелось. Да подожди ты бахать рукой. Я говорю, я бы назвал это предпремьерный заказ. Это не острый. Да, можно сделать предпремьерный заказ. Официально мы вам выдаем вот такие вот сертификаты. Это очень круто, да? Да. Сертификаты называются прохождение краткого курса допуск стажировки в качестве члена бригады и ресторанов KFC. Круто. Да. Все в Киевсисе, если вы заметили, мы всегда пытаемся и хотим настроить народ на позитив. Но вообще работать на самом деле серьезно и тяжело. Спасибо.